Сегодняшняя тема проповеди «Церковь и соль земли». Очень внимательно слушайте и конспектируйте слово. Мы вчера с женой общались и затронули такую тему, что людей после 40-50 на работу на уровень менеджеров и других не берут. Чаще всего. Они берут, почему? Потому что у людей, как правило, с возрастом слабо работает интеллектуальная способность. Плохо обучаются, они очень креативные люди, быстро тормозят во многих вещах. Я думаю, сидел и говорю, слава Богу за церковь. Почему? Потому что церковь каждое воскресенье, каждое утро постоянно учит мыслить, учит критическое мышление вырабатывать, учит выявлять, что есть воля Божия, что не есть воля Божия. И человек, который действительно приучил себя постоянно анализировать, слушать слово Божие, у него вырабатывается духовный интеллект. И с годами написано, что седина приходит, мудрость приходит, да, с годами, да, или с сединой приходит мудрость, да, а бывает просто седина приходит. Так вот, наше обетование, чтобы мы чем старше становились, тем были более мудрее. Вот вы видели поздравления, ребята поздравляли. В основном молодежь. Мне 50 лет. Мало кого 50-летнего будет слушать молодежь. Говорят, ты уже мамка с папкой устарели, ты не современный. А это современная молодежь. И они слушают. И я желаю, чтобы вы прожили свои годы, вы стали такими же, чтобы вы могли, уже будучи годы в годах, могли молодежь наставлять, и молодежь с открытым томбом вас слушала бы. Аминь. Я прямо это желаю, чтобы это в вашей жизни было. Вот. И всегда нужно помнить о течении кафедрального слова. И вообще цель Иисуса была создать церковь. Потому что Иисус есть глава церкви. И церковь это духовное творение. И это институт духа. Это институт бизнеса. Или институт психологии. Это институт духа. И если вот твой дух будет здоровый, будет здоровый и душа, и тело. И вся твоя жизнь. Поэтому всегда надо понимать, что мы духовные личности. И мы всегда живем со своими мыслями в голове. И мысль надуховная. И вот какие мысли в твоей голове, таков и ты. И мысли кто-то тебе вложил. И Библия говорит, что мысли вкладывает либо сатана, либо мысли вкладывает Бог. Поэтому бардак в голове, потому что дьявол пытается тебя запутать в мышлении своей. Чтобы ты не мог отличить, что есть Божье. И очень важно, когда мы приходим в церковь, понимать, что эта церковь не пастор Андрея. Это церковь народа Божьего. Это твоя церковь. Если ты духовная личность, скажи, это моя церковь. И даже если меня будут палки отсюда гнать, я не уйду, потому что это моя церковь. Аминь. Скажи, это моя церковь. И я просто говорю, что если это твоя церковь, это твоя семья, духовная семья, с которой ты хочешь прожить в вечности, учить строить с духовными людьми отношения. Аминь. И еще очень важно понимать, что нету какого-то самого главного в церкви. Даже если это служитель. Все очень важны. Вот мы строили это, делали майки на конференцию. Один бизнесмен, она вот эти майки, вот я рекламирую, вот майка, он ли чизос. Вот видите, брюки тоже, рыбка. Еще у меня толстовка тоже, он Иисус Христос. Вот одна девочка наша, бизнесмен, она эти майки по 3000 продает. Делает качественно, все. Ну вот конференция, она говорит, пастор, я сделал майки, ну как бы, в общем дешево, короче, пока цена не пришла, ну вроде 350 рублей, может быть даже 500. Представьте, сколько она на конференцию пожертвовала денег. Просто, потому что, это член, ее не видеть, она где-то там, на Бали живет. Ее не видно, но она, вот просто посчитайте, 250 маек, 2000. Сколько она пожертвовала? 200 тысяч, как минимум, на конференцию. Зашли, видите, хороший телевизор, 150 тысяч, он Сергей Шансов купил, просто взял, вот, Андрей, его здесь нету, вот тоже 50 тысяч на ремонт дома перевел на гостевого, Димка Шадура тоже перевел, Федоров Андрей и это, и Шадура 30 тысяч перевели, ну как бы, и понимаете, некоторых людей не видно, но когда вы сюда заходите, это их не вклад тоже, когда вы заходите, вас встречают, приветствуют, это очень важно, каждый член важен, а сколько в интернете работы проводится, вы просто не представляете, потому что мы сейчас, сейчас век интернета, вся молодежь, все в интернете, и мы делаем такую мощную программу, чтобы через интернет достигать тех мест, куда нас еще нету, но мы можем через хорошие программы достигать, и сегодня у нас есть люди, которые учатся и в Америке, и в Белоруссии, и в Португалии, и в Испании, и в Италии, и в России, во многих городах, понимаете, и вроде бы их не видно, но каждый делает маленькое вложение, свое, и есть огромная большая работа Божья, поэтому не судите о церкви, только вот о команде прославления, как говорится, знаете, вот за всем вот этим большим зданием идет большая работа каждого члена тела Христова, большущая работа, и поэтому огромное спасибо каждому, кто любой вклад какой-нибудь вложил в работу Божью, аминь, мы все вместе делаем одну работу Божью, Иисус есть Христос, и скажи своему соседу, ты очень важный член, вот знаете, стоит вот мизинцу одному сломаться, и все тело уже не ходит, вот мизинец один, и все тело не ходит, и вот я раз вот эти майки, я вышел, я говорю, Наташа, вот швея у нас, я говорю, шейми толстовку, потому что я вот хожу в спортзал, в элитный спортзал, где там ребята такие, я хочу, ну, ну, конечно, я когда выхожу, бью погруши, там, все понимают, что я хоть такое, кстати, я начал тренироваться, и за эту неделю 4 керамов скинул, незаметно, 6 тренировок за неделю, ну, я умирал вообще, я говорю, сделай мне это, ну, вот так вот, чтобы я, а то у меня тут Адидас, там, сборная страны по боксу, я буду лучше ходить, Иисус есть Христос, и качаться, Христос, Христос, Аллилуйя, ну, как бы, держи, сатана, я тебя не боюсь, и вот она пошила, так, я думаю, все, вот, если хотите, надо, надо, чтобы все в вашей жизни, мне кажется, проповедовал благую вещь, Аминь, Аминь, вот, и сегодня, говорю, церковь соль земли, и давайте, возьмем, откроем одно место писания, Матфея, 5 глава, 13 стих, и прочитаем, вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую, оно же ни к чему не годно, как разве только выбросить вон, на попрание людям, вот, до этого я говорил о том, что, когда Христос принес свое служение, он показывает нам, Библия раскрывает нам, в чем коренная проблема людей, человек был сотворен духовно, но когда человек послушал сатану, он духовно умер, человек стал жить по обычаю мира, по воле князя, господствующего воздуха, духа действующего в сынах противления, Мефесян 2 глава, 2 стих, Мефесян 2, 2, в которых вы некто жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего воздуха, духа действующего в сынах противления, вот я вам только что говорил, что есть экономика тьмы, то есть мы знаем, что люди, которые управляют сатана, он делает так, делают обычаи культуры мира, чтобы все остальные люди жили по этим обычаям. И что он сделал? Человек, когда ушел Богом, он духовно умер и стал жить, на престоле его сердца стало жить мое я. Я, мои желания, моя работа, в общем, я в основе своей жизни. И вот это и есть сатана. Потому что сатана первый, который сказал, зачем я буду корректировать себя по воле Божьей. Я буду жить так, как я хочу. Как мне кажется, правильно. И человек из-за слова «я» пустился в многие помыслы, и он не понимает, что сам человек, он управляем. Почему? Потому что через телевидение, радио закладывается определенное мировоззрение в жизни человека, и человек этим мировоззрением живет. Его программирует. И поэтому жизнь людей находится во власти сатаны. И Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И если мы посмотрим вообще всю Библию, то она сосредоточена на следующих аспектах. Это Христос, Иисус, который пришел, как Христос. Ивангелет Иоанна 1,14. Слово стало плотью. Это смерть на кресте. Ивангелет Иоанна 19,19-30, когда Иисус сказал «Все разрешилось». Это его воскрешение и создание его церкви. Деяние 2 глава. Это второе пришествие Христа, когда совершится евангелизация всего мира, Матфея 24,14. И это город Божий. Новый Иерусалим. Новое небо, новая земля. Вот пять самых таких моментов, которым говорит вся Библия. И поэтому, чтобы это совершилось, Иисус пришел дать благую весть, раскрыть духовную проблему, что человек стал душевным. На кресте, когда он умер, он сказал «Все проблемы разрешились». Когда воскрес, что получилось? Он победил. Три коренных проблемы. То есть каждый человек что? Каждый человек умирает. Каждый человек грешит. И каждый человек находится под властью сатаны. Под властью сатаны находятся и богатые, и бедные, и умные, и глупые. Все грешат. Все греховное мышление. И делают непотребные вещи. И все рано или поздно умрут. И когда Иисус умер и воскрес, он говорит «Все, у сатаны нет власти». И поэтому он создал церковь. Церковь, которой он сказал в Матфея 28, 18, 20. «Идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца, Сына и Сына и Сына и Духа, уча их соблюдать все, что повелел я вам». И поэтому из чего самое состоит церковь? Церковь состоит из нового творения. «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Во Христе мы духовные личности. И цель Бога заключается в чем? Чтобы человек возродился и стал духовным человеком. Но чтобы возродился, нужно следующий момент. Возрождение невозможно без распятия. И Галатам 5 глава, последние стихи, написано «Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Или Матфея 11 глава, Иисус говорит «Придите ко мне все труждающие и обремененные, возьмите иго моё на себя, научитесь у меня и найдёте покой душам вашим. Никто не может следовать за мной, если не возьмёт креста своего». Поэтому без креста, без креста не может быть возрождение. Иисус, когда умер на кресте, он воскрес как новое творение. У него интересное тело было, да? Он мог через двери проходить, он мог телепортироваться. Поэтому он сказал, что крест – это признак возрождения. Что такое несёт крест? Это распятие или несёт кротость и смирение пред Богом. Матфея 6 глава, 33 стих. «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, остальное всё приложится к вам». Если сказать притчей, то я вам скажу следующий момент. «Если человек не научится кротостью и смирению, невозможно иметь возрождение». То есть, если ты приходишь, допустим, в спортзал, я пришёл маленьким в 13 лет в спортзал, что нужно ребёнку кротость и смирение перед тренером? «Не пропускай тренировки, делай, как тебе сказано, преодолевай боль, работай над ошибками, будь верным и постоянным. И если у мальчика или у девочки есть кротость и смирение перед тренером, то он обязательно каких-то результатов достигнет. Кто с этим согласен, скажите на это «Аминь». Если ты идёшь в школу, то же самое, кротость и смирение, уважай учителя, пытайся понять тему, учи уроки, делай домашние задания. Если у тебя есть, ты обязательно достигнешь понимания. И откуда всё это идёт? Из видимого. Видимого всегда происходит из невидимого. И поэтому, если мы хотим духовно возродиться, мы должны взять себе крест. А что такое крест? Это распять плоть со страстями и похотями. Писание говорит, что такое плоть наша? Это наше «я». Галатом расшифровывается наше «я». Это распри, споры, гнев, разногласия, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть, когда человека несёт. Вот человека завели, и его понесло. Петруху понесло. Его никто остановит. И поэтому, когда мы хотим войти в церковь и стать телом Христовым, Бог в входной билет делает крест. Сюда вот здесь встает «я», а когда пройдёшь через крест – новое творение. Поэтому в церкви могут быть разные люди. Но истинная церковь, в которой истинные христиане, в которых работает Дух Святой, это люди, которые прошли через крест. Люди, которые распяли плоть со страстями и похотями. И поэтому крест открывает возрождение. Здесь плотские цели, плотская жизнь, плотские ценности, плотская судьба, проклятая. Здесь новое творение. И вот это в этом вопросе, когда люди говорят, где сатана? Сатана, она вот здесь вот, ребят. Вот если ты не можешь свои чувства обуздать, если ты не можешь свою гордость обуздать, если ты не можешь свою алчность вызвать, если ты не можешь свою похоть обуздать, то ты никогда не станешь новым творением. И не будет шедевра жизни. Вот есть люди, которые в мышлении постоянно негативны. Они даже в хорошем человеке постоянно ищут недостатки. Постоянно что-то осуждают кого-то. Постоянно кого-то критикуют. Если возникает конфликт, они решают через скандал, через рукоприкладство. Они решают через манипуляцию, через подавление. Даже, вы знаете, у меня один брат позвонил, говорит, пастор, там ситуация такая произошла. Я говорю, что за ситуация? Ну мы с служителем поссорились. Я говорю, ну и что, ну поссорились, сядьте. Вот я же кафедрально сказал, согрешил против тебя, брат, сядьте, поговорите. Найдите духовное решение. Ну не нашли духовное решение. Позовите пресс-фитеров в церкви, духовных людей, поговорите. Ну как бы это. Да он просто корону одел и из чатов удаляет просто. Я говорю, ну значит надо корону снести. Скажи фамилии, имя, отчество. Епископ придет. Если пресс-фитеры, ну не могут, если пресс-фитеры тоже шайкой стали. Ну как бы, ну и духовные решения не могут найти. Поэтому, где найти церковь? Церковь найти людей, которые управляют духом Божьим. И принимают решения Божьей воли, Божья цель, Божья система, Божья команда. Это абсолют. Духовные люди сосредоточены на Боге. Если вы мне скажете, где найти Бога? Я вам скажу, найдите церковь, которую управляют духовные люди, которые сосредоточены на Христе и его воле. Знаете, где сегодня Христос? На Гоголе 44, 46а. В 11 часов он сюда пришел. И когда ты говоришь, я хочу, ну как бы, встретиться со Христом, встретиться с его телом. Людей, которые духовно возрожденные. И которые Христос и его воля в основе стоят. Вот это и есть встреча со Христом. И когда я, допустим, в какой-то город приезжаю, я что? Я ищу церковь. Я хочу встретиться с Иисусом. Я ищу церковь, где собираются люди, которые... Христос и его воля, это основа всей их жизни. Потому что церковь, которая прошла через крест, это и есть... Церковь, которая прошла через крест, это и есть соль земли. Это столп и утверждение истины. Это и есть соль земли. Это и есть врата небесные. И когда человек попадает в такую церковь, в нем раскрывается духовная личность. Духовная личность. В нем открываются духовные дары. В нем раскрывается духовное призвание. В нем раскрывается вообще весь Божий план. Потому что в церкви, где есть тело, составляемое и сукрубляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей. То есть человек приходит в церковь, он получает Слово Божье. Духовное Слово Божье. Кафедрально он размышляет, практикует. Мораль, что такое этика, что такое воля Божья, что такое гостеприимство, что такое это. Взаимодействует со всеми. И здесь он преобразовывается, и он уже не один, он уже в команде. Он уже в семье духовной. И тут и является, именно в церкви появляется духовная природа. Вне церкви это невозможно, потому что Христос так и сказал, я создам церковь мою, и врата ады не одолеют. Поэтому что мы должны с вами знать? Вот здесь, как у церкви, и вот здесь, как у города вечная жизнь, вот здесь, сюда попадут люди, которые прошли через крест. Которые выявили ответ Христом, и которые сказали, не моя воля, но твоя. Те достойны небес, те достойны вечной жизни. И, естественно, вся боль, и вся атака сатаны будут происходить именно на церковь, которая несет крест. Можно на здание повесить крест, но это не значит, что проповедь несет крест. Потому что если ты, придя в церковь, духовно не возродился, и как спорил, как жил я мне мое, как был жаден, как был этот человек гневливый, как был человек расприспор, разногласий, таким и остался, значит, Христос и Дух Святой не работают в твоей жизни, и не важно, твоя теология. Кто со мной согласен, скажите на это аминь. Вера без дел мертва. И поэтому здесь ты гусеница такая, а здесь ты уже становишься бабочкой. Трансформация. Ну, я, конечно, не художник, елки. Трансформация. И давайте откроем второе царь, вторая глава. Хочу одну вам историю показать. Здесь, до этого я несколько служений назад говорил, как Елисей передал помазание Ильи, Илья взял милость Елисея, ударил по воде, вода остановилась, он прошел все, и говорит, на Ильи и Сеи помазание Ильи. То есть, что такие Христовы, распявшие плоть со страстями и похотями? Уже не я живу, Колоссян 2.8, а живет во мне Христос. А что живу, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившись меня и предавшись себя за меня. Вот я живу, чтобы Христосу его воле утверждалась. И здесь к Елисею подходят старейшины и говорят, после всего 4 царство. А я сказал, 4 царство. 20. Так, 19. И сказали жители того города Елисея, вот положение этого города хорошее, как видите, господин мой, но вода нехорошая и земля бесплодная. Подождем на этом стихе. Вот если посмотреть на город Кемерово, расположение хорошее. Если посмотреть, сколько сейчас строится, если посмотреть, сколько у нас угля, ну, на самом деле, ну, хорошее там у нас, вот я по миру-то поездил, на рыбалку, на дикую, ну, так не съездишь во многих странах. Ну, классная страна наша, хорошее, расположение хорошее, и ресурсы есть, все есть. И вот они говорят, вот, 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 расположение, все классно, все классно, только смотри, только что есть. вода нехорошая. Что такое вода? Вода всегда переводится в Библии как слова. Вода это учение. Поэтому Иисус говорил, кто жаждет ко мне, приди ко мне и пей. Поэтому Самарянка, когда сидела у колодца, у Иисуса, он говорит, дай мне пить. Он говорит, ты еврея и просишь у меня? Он говорит, воду, которую я бы тебе дал, ты бы не жаждал в ответ. И ты сидишь и понимаешь, иногда вот человек хороший, молодой, но когда слушаешь его уста, какая вода из него идет, она горькая. никакого созидания, нет любви, нет милости, критика, постоянно какая-то похоть, постоянно какие-то вот это, слушаешь его, и вот заметьте, так вот, знаете, мало людей, которых хочется слушать. кто со мной согласен? Вода у них нехорошая. Вода нехорошая. Вроде бы все хорошо. И когда в целом в обществу начинаешь смотреть, о чем говорит все общество в этом городе? почему Бог уничтожил Содом и Гоморра? Вода нехорошая. Они там извращенцами были. Зло там процветало, понимаете? Поэтому надо этот город уничтожить. Да? Вода нехорошая. И поэтому прежде всего, чтобы, может быть, все хорошо у человека, и из правильной семьи, и нормальной, и молодой, но если вода в нем нехорошая, жизнь будет нехорошая. Поэтому Писание говорит, от избытка сердца говорят что? Уста. Следи за то, что ты говоришь. Ну даже если ты будешь молчать, ну когда-нибудь, знаете, как у нас мультик где-то? Павлинный хвост такой. Спой, птичка. Думаешь, елки-палки, лучше бы молчал. Что-то для себя берете? Вода нехорошая. И вот дальше, что он говорит? Смотрите, последующий, двадцатый стих. И сказал он, дайте мне новую чашу, и положите туда соли. И дали ему. Дальше. И вышел он к источнику воды, и бросил ее туда, соль. И сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, и не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. Стих всемирной евангелизации. Соль, это слово Божье. Иисус сказал, вы соль земли. Новая чаша, это верующий человек. Потому что, Писание говорит, когда чаша, это сравнивается, либо с церковью, сравнивается чаша, либо это сравнивается с человеком. Но так как мы говорим о церкви, потому что мы все тело Христово, то за возрождение общества, возрождение города, несет ответственность церковь. Я вот когда был в Южной Корее, меня просили корейцы открыть русскую церковь в Корее. Говорит, у нас, представляете, приехало много людей из бывшего Советского Союза. Русские, казахи, киргизы, ну то, чем это. И появился такой, знаете, район, где вот из бывшего Советского Союза. Так вот там самый криминальный район Сеула. Если вот, знаете, где корейцы живут, идешь, они лавки закрывают на улице, просто пленкой закрывают товар и уходят. Никто не ворует. Ну куда заехали в СССР? Все надо на замка. Надо уже скоро решетки ставить, потому что окна даже скрывают, чтобы воровать. И корейцы давно для себя вывод сделали. Лучше открыть одну церковь, которую будет проповедовать в этом районе, чем три полицейских участка. И поэтому первый момент за возрождение города, местности, человека несет ответственность церковь. Несет ответственность церковь. Но я хочу сказать следующим. Это был Израиль. Там были синагоги, но вода была горькая. И ты смотришь, СССР рухнул, храмы построили, кресты поставили, спас открыли, там, что только не сделали, а вода горькая. демография, демография, ненависть, разгул разных похотей, страстей, безотцовщина, детдомовство. смотришь, понимаете, что говорить, можно построить храмы, но, если там вода горькая, они не исцелят общество. можно ходить в церковь, но если с кафедры не проповедуется крест и новое творение, преобразования не будет. И поэтому Писание говорит, что когда говорит о горькой, когда Иисус говорит, что в последние времена будут времена тяжкие, будут выбирать проповедников, растящие слуху. Какие человек хочет слушать проповеди себя? Ты хороший, тебе меняться не надо, Бог тебя таким любит, ничего тебе не надо, вот там гуманизм чистой воды такой. И люди не меняются. Ты смотришь, вот как вот был, он такой, таким и остался. Нет преобразования. И при всем при этом вот эти все вот эти люди, они еще часто стараются к власти прийти, к церковной. И чаще всего, например, ну, такое часто, когда с людьми встречаешься, знаем о ваших попов, сталкивались. Не оживотворяют. Почему? Если соль, если соль потеряет силу, она ни на что не годная, только бросить ее вон, на попрание людям. И поэтому сегодня церковь не ассоциируется в обществе с чем? Отсталые люди. Люди, которые не могут нести ответственность за свою жизнь. люди, которые неуспешные, люди, которые не имеют ответственности за то общество, в котором они живут. Отсталые люди. И когда верующие и успешные, это вообще не ассоциируется с людьми. Так, нет? Или я не в этом обществе живу? Что ты в церковь пошел? Что, сам не можешь за свою жизнь ответственность нести? Что у тебя случилось? Уже некому приходить только к Богу? Так же, говорится? А иногда ты слушаешь это. Ну, встречаюсь, естественно, иногда с некоторыми пасторами. Я недавно был. Думаю, что они несут? Что несут? Тебе в семинарию срочно надо. Жувал, 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 жувал. И одного пастора пришел, Варю привез в церковь. Варю достал. Я говорю, Варя, расскажи ему крест. Ева, это как? Ева, Ева, расскажи крест. Она написала. Он пять с плюсом. Я говорю, у меня дети проповедуют лучше, чем многие пастора. Вода горькая, не хочется пить. Вот, понимаете, тупик, что-то вот неожилотворяет. Поэтому, чтобы церковь возродилась, должен прийти крест. А что такое крест? Я, конечно, вам показал кротость и смирение. Но по-большому, что такое крест? Крест, вот смотрите, ребята, один, два, три, четыре. Вот кто делает утреннее сосредоточение, раскрывайте один, два, три, четыре, чтобы всякое федеральное слово было раскрыто. Что такое крест? Крест, он убирает все лишнее, что не от Бога из своей жизни. И приводит тебя к поклонению. Поклонению Богу. Или приводит тебя к тому, чтобы ты жил только в воле Божьей. Вот что делает крест. Не моя воля, но твоя. И поэтому слава Божья, сила Божья, дары Божьи, благословение Божье, оно не раскроется через человека, который не может распять плоть со страстями и похотями. Если человек в спортзале не сможет распять свою лень, не будет у него результата. И если человек не может распять плоть со страстями и похотями, не будет результата. Не раскроется потенциал нового творения. И знаете, как обидно, да? И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало Ходил в церковь, а вот главный урок для себя, не взял крест Не взял на себя крест И ничего не произошло Поэтому именно крест удаляет нас все, что не от Бога Откидывает, отбрасывает То есть не проходишь крест, он отбрасывает тебя Он не позволяет тебе войти Войти в благословение престола Не позволяет тебе, как бы, насладиться силой Божьей Потому что все, что вне креста, не приносит славы Божию, а приносит славе сатане Поэтому что хочет сделать сатана? Он хочет поставить свой трон в церкви Потому что если церковь будет нести горькую воду Всем обществом будет управлять сатана Если верующие люди, по-другому скажу, не живут Христом и Его волей То эти верующие не способны исцелить общество И эти верующие могут сверху носить крестик, но больше ничего не происходит По-другому скажу Если вы истинно христианин То церковь это единственная мысль О чем вы должны думать Потому что где вас Бог изменит Когда Бог изменит и сдаст вам новое творение Это отразится на вашей семье Это отразится на вашем таланте Это отразится на вашей команде Это отразится на вашем здоровье Это отразится на ваших финансах Поэтому единственное, о чем я должен думать Это о церкви И единственное, что я должен думать Чтобы церковь была духовной Где люди берут крест и распинают плотицы с растями и похотями Если это происходит Тогда у общества Тогда люди в церкви возродятся И эти люди изменят это общество Почему сегодня евангелизации нету? Потому что вода А где этот стих? Взял Елисей И он что сделал с солью? Он кинул ее куда? В источник Он ее кинул в источник То есть иными словами Находишься ты в спортзале Люди о чем-то начинают говорить Истекает источник Находишься в ресторане Истекает источник Находишься на работе Источник Где бы ты ни был Люди изрыкают Источник, источник, источник И он говорит Ты возьми и скажи Соль туда кинь Соль возьми туда И скажи И проповедуй в этот источник Проповедуй в этот источник Проповедуй в этот источник И когда ты кинешь эту соль В их источник Они исцелятся И если мы, допустим, и когда ты смотришь, сколько у нас верующих, иногда приходишь, ну, допустим, ну, столько верующих, сколько из них проповедуют. Значит, выпускают две вещи. Либо люди не прошли через крест, и поэтому у них самих вода горькая. У них самих жизни не исцеленные. Скорее всего. Потому что человек, который исцелится, он захочет проповедовать само собой. Я не хочу вам сказать, что вам надо идти проповедовать. Я хочу, чтобы вы взяли соль. Я хочу, чтобы вы взяли соль. Соль это слово Божье. Я хочу, чтобы вы взяли соль и осолились. Потому что написано, что всякая жертва солью осолится. Либо огнем осолится. Вот у меня сейчас жену из больницы выписали и сказали, у вас агрессивная форма рака. И все, сейчас идет последняя битва. Я такой, сидели с ним, все разговаривали. Я говорю, Оля, мы сделаем шедевр. Он говорит, что ты сделаешь без меня. И ты понимаешь, что когда приходит огонь в твою жизнь, ты становишься еще более радикальным. только Христос и его воли. Иногда испытания, они очень сильно нас приводят к тому, принимать решение только Бог и его воли. Аминь. Я хочу просто, чтобы вы это поняли, ребят. Вот это поняли, что всякий человек, который не берет креста, не может освободиться от греховных привычек. От греховной натуры. Я мне мое. От талчности. От любостяжания. Он будет всегда сказать, я и мое желание. И в этом есть замысел сатаны, потому что сатана что сделал? Сначала он обольстил треть ангелов, а потом пришел на землю и что сказал? Он обманул человека. И что дьявол хочет получить? Когда Иисусу Матфея 4 глава, 6 стих, по-моему, написал, говорит, поклонись мне, и я дам тебе. Единственное дьявол, что хочет сделать, это получить поклонение наше. И у него получилось это, что ему стали ангелы поклоняться, и человек стал поклоняться сатане. Что такое поклоняться сатане? Он перестал жить Христом и его волей. Божьей не на первом месте в его жизни. Поэтому всегда мы видим в жизни, когда происходили пробуждения, когда происходила трансформация, она происходила через людей, которые отказывались дьяволу поклоняться. Они говорили, для меня Бог, его воля, это первично. Все остальное не имеет значения. Я отказываюсь. И это происходил Авраам. Это происходил Моисей. Это происходили все герои Библии. Даниил проходил. Помните, Даниил такой? Посмотрели, молится постоянно, говорит, давайте сделаем закон, чтобы он не молился. Чтобы он не поклонялся Богу. Потому что силу его в его молитве, в его отношениях с Богом. А он двое форточки открывает, плевать на ваш закон. Раз и молится. О, львиный ров. Сидрах, мясах, авдинага. Иисус, Павел. То есть, понимаете, люди, которые, понимаете, что часто диктаторы стараются делать. Власть имущие, президенты, губернаторы. Они говорят, везде должно быть мой портрет. Везде должно быть мое поклонение. Поклонение власти. И если ты думаешь как-то по-другому. Вся сатана восстает. Потому что власть требует поклонения. И также есть религиозный лидер. Поклоняйтесь мне. Восхищайтесь мной. А какой ты голод твой. Поймите, как только ты говоришь. Хорошо, я буду работу делать для Господа. И все такое, но у меня, я своей жизни поклоняюсь только Богу. Я только его воле живу. И ты заметишь, как от восстанет. Весь от восстанет. Почему? Потому что человек, который утверждает волю Божию, говорит, дьявол, ты не имеешь власти надо мной. Ты, твоя идеология, твоя культура, твои цели, твои ценности, ничто для меня. Я на этой земле не бессмертный. Я проживу какое-то время. И я однажды предстану пред Богом. И я дам отчет за свое упование. И я не буду колебаться в своей вере. Я буду утверждать твое слово, твое царство. Именно такие люди, которые имели непоколебимый дух, которые прошли через крест, они исцеляли общество. Они могли исцелиться сами и могли исцелить общество. И когда вот, допустим, я как пастор могу такую вещь сказать, что чаще всего бывает такой момент. Ты приходишь, и ты смотришь, вода горькая, ты говоришь, иди ко мне на конницу на ученичество. Я тебя буду осолять. Я тебе буду проповедовать, говорить, осолять. Иди ко мне. Я не хочу. Что я начинаю делать? Я говорю, дайте мне чашу, дайте мне учеников. Дайте мне людей, которые хотят учиться. Я насыплю туда соли. Я насыплю туда соли. И они придут, и они кинут эту соль. И источник, куда они кинут, здание здоровой. И вы сегодня видели молодежь. У меня в основном, я вот сейчас смотрю, я в 23 года уверовал. В 23 года уверовал. Мне сейчас 50, многие не дают, что мне в 50. Ну, я смотрю, у нас уже, ну, по большому счету, за эту жизнь у нас во многих городах церкви, даже во многих странах уже есть. Я гляжу на поколение, я гляжу, это 20-30 лет, ну, костяк, 20-30 лет, костяк, 20-30 лет, 20-30 лет. И я понимаю, я в 23 года за 25 лет служения по всему миру вырослась. Они там, их сотни этих молодых людей, и новая чаша, новая чаша, они в интернете разбираются, все. Я говорю, учиться, учиться, ребята, учиться, слушайте, учиться. Набирайте соли и кидайте эту соль в источник, вот. Кидайте эту соль в источник, вот, чтобы источник исцелился. И чтобы место, которое и хорошее, и классное, чтобы она оздоровилась. Поэтому возрождение города, возрождение страны происходит от источника. А кто является источником мудрости, источником силы, источником вдохновения, источником, который дает нам понимание, кто я, в чем моя цель, в чем моя миссия, в чем воля Божия, что я должен в своей жизни постучить, что является этим источником? Церковь моя. Моя церковь, которая распяла плоть со страстями и похотями, где только Христос, его воля. Вот звучит. Не ты будешь успешен богатым, у тебя все будет классно. А мы будем той командой, римном 16 главы, деяния 1.14, где команда ученики собрались, которые будут совершать всемирную евангелизацию. Вот таких людей ищет бог. И такую церковь хочет, как говорится, видеть бог. Поэтому последнее, что такое сказать? Крест, что я хочу вам сказать. Крест. Это не то, чтобы тебя подавить или смирить. Крест вообще нашей в жизни, да, для того, чтобы проявилась слава Божья. И в нашей жизни всегда будет стоять служение Каина и служение Авеля. Каин что? И тот совершал богослужение. И Авель совершал богослужение. Но Авель совершал богослужение на крови. Авель все свое богослужение сосредотачивал на том, понять Божий план, понять Божью волю, проповедовать. Найти места действия, исцелить места действия, найти ученика, утвердить ученика, поставить горницу, поставить церковь, поставить команду, открыть специализированное служение, открыть, как говорится, поставить семинарию, открыть церковь. Он начинал думать, критерии, а есть служение Каина. Пришел, послушал, с этим согласен, с этим не согласен. Да, со мной Бог, да я в принципе неплохой. А, пойду опять на горницу не пойду, утреннее слово слушать не буду, молиться не буду, проповедовать учиться не буду, духовное мышление не буду делать. Ну, со мной же Господь, это так нормально. Скажите спасибо, что на Пасху иногда могу прийти к вам в церковь. И вот эти Каины, они всегда идут против Авелей. Как только появляется человек, проповедник, креста, который проповедует крест и начинает говорить, ребята, распните плоть, посвятите свою жизнь Кресту его воле, и ваша жизнь изменится, сразу поднимаются Каины, которые говорят, нам и так хорошо жить, нам и так нравится жить. И они чаще всего говорят, чего в вашу церковь ходить, там деньги собирают, ты, мышь, исцелилась в церкви от наркотиков, и ты сейчас плюешь тот колодец, который тебя исцелил, Каин. И они, вы знаете, они очень сильно этот источник говорят, они постоянно говорят, постоянно есть люди, которые льют грязь на церковь, льют грязь на церковь, на пастора, на церковь, на призвание, на смирение, да вы там зомби, да вас поработить хотят, да ты, посмотрите на ихнюю жизнь, дерево познается по плоду. Поэтому вопрос в чем? Нельзя никогда давать место. Поэтому, когда, допустим, я нахожусь, и кто-то мне начинает говорить, вот там кто-то сказал, я сразу говорю, слышь, да ты, мышь, а я царствую на священство, и начинаю, да верующий неуспешный, я говорю, ты историю изучала, ты такой умный человек, давай посмотрим, кто такие верующие, Авраам, Моисей, начинаешь историю приводить, да верующие это люди, которые вообще всю эпоху изменили, ты вообще, говорю, со своими узкими мозгами, перестань тут эту самую, фигню всякую нести, разбиваешь его в пух и прах, все такие, пастор, ты что такой жесткий? Я говорю, я не жесткий, я соль даю, потому что, если соль потеряет силу, только бы не обидеть, она, она, когда несет грязь на церковь, не думает обидеть, меня не обидеть, когда я оставил свою, ну, истину Божью, ой, 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 какие вы сбежищи жесткие, соль для того и дана была, чтобы остановить разложение, соль дана для того, чтобы остановить разложение, и поэтому Слово Божие, живое и действенное, и остеет всякого обоюдного острого меча, который проникает до глубины души, духа, составов и мозгов, и судит по мышлению сердечной, поэтому проповедование, это разрушает неправильное мышление, там сатана, потому что если неправильное мышление, то это горькая вода, которая принесет разложение, и смотрите за служение Каина, очень внимательно наблюдайте за служение Каина, и очень внимательно наблюдайте за служение Авеля, Потому что служение Авеля, это люди, которые цели, миссии, проповедования, воли Божьей, молитвы, которые хотят создать шедевр Божий. И которые, если надо, они пройдут через огонь, но не поклонятся, а тебе только вот так сделать, ты сразу падаешь на колени. А я всегда во всем воздаю, слава Богу. Иисус есть Христос. Поэтому вот такую церковь, такая церковь исцелится. Поэтому, когда мы говорим о церкви, мы говорим о том, что возьми крест, распни, смирись под волю Божью, довезь ему, учись, развивай миссию жизни, развивай талант, работай в команде, учись проповедовать. Стань человеком соли, чтобы когда куда-то ты не придешь, что такое человек соли? Куда ты не придешь, твое мнение весомо там. Твое мнение весомо там. Ты можешь говорить мягко, ты можешь говорить где-то жестко, по-разному. Но твое мнение, оно весомо должно быть. Потому что куда бы Иисус ни приходил, с ним везде считались. Иисус есть Христос. Давайте помолимся. Боже, благодарим Тебя за сегодняшнее слово. Помоги нам сделать быть той церковью, которая станет солью и светом этому миру. Осоли нас и сделай нас той чашей, в которую Ты насыпешь соль, чтобы через нас совершилась всемирная ангелизация. Молим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Молим Тебя, Отец.